Населенные пункты Курской области переходят под контроль Украины. О том, что села Николаева, Дарьина, Дарьина и Свердликово теперь контролируются украинскими военными, пишут российские пропагандисты и Z-блогеры. В Украине этой информации не подтверждали. Ситуация в Курской области, судя по сообщениям, которые публикуют местные власти и жители, вторые сутки остается непростой. Телеграм-каналы, близкие к российскому Минобороны, сообщают, что ВСУ продвигаются вперед, на территорию России перебрасываются дополнительные резервы. Z-военкоры пишут, что войска Украины могут подойти к Курской АЭС или к газоизмерительной станции Суджа, через которую российский газ экспортируют в Европу. Опять же, подтверждения этим заявлением с украинской стороны на момент записи выпуска не было. Тем временем, Американский институт изучения войны пишет, что накануне, когда появились первые сообщения о прорыве российской границы, местные власти Курской области и Минобороны РФ давали абсолютно противоречивую информацию, что говорит о несогласованности. Отмечу, что на официальных площадках ведомства Белоусова действительно мало информации о том, что происходит в Курской области. А вот губернатор был более разговорчик. Из зоны боевых действий автобусами и на личном транспорте вывезено с обстреливаемых территорий более 200 человек. Ночью по телефону доложил оперативную обстановку президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что региону будет оказана поддержка по всем направлениям. Тем временем мониторинговый канал Deep State пишет, что в Донецкой области продолжается продвижение российской армии, в частности в населенном пункте Нью-Йорк, в Желанном и около Никольского. Выгодно ли украинским военным вероятное наступление в Курской области, в то время как в Донецкой области наблюдается непростая ситуация? Эти вопросы мы задали военному эксперту Владиславу Селезневу. Я думаю, что именно в рамках превентивной деятельности украинская армия перешла в наступление для того, чтобы ликвидировать плацдармы, которые в настоящее время формировались российскими войсками для проведения атак на наше приграничье, в тех области, которые граничат Российской Федерацией. В настоящее время, по оценкам некоторых экспертов, считается, что порядка 70-75 тысяч российских войск сосредоточен на территории трех областей, соответственно, Брянской, Курской и Белгородской. Понятно, что львийная их часть сосредоточена на юге Белгородской области для того, чтобы в дальнейшем их использовать для продвижения на севере Харьковской области, но тем не менее определенные приготовления происходили на территории Курской области. Там действовали подразделения 6-й армии, 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа, ряд признанных подразделений, в том числе 155-я бригада морской пехоты, Тихоокеанского флота Российской Федерации. То есть ресурсов достаточно много. И дабы упредить наступление российской армии на этом участке фронта, я думаю, и задействованы соответствующие силы и средства украинских сил обороны. Я думаю, что и в этот раз военный гений генерал Сырского также будет действовать ради того, чтобы украинская армия получила в том числе определенный отдых на восточном флоте Российско-Украинского фронта. Ведь если события на территории Курской области будут масштабироваться, соответственно противник будет вынужден перебрасывать свои силы и средства, в том числе из тех участков фронта, где они сосредоточены в огромное количество. И тут речь может идти не только про север Харьковской области, но в том числе и про Донецкое направление. То есть в целом про восточный фаст Российско-Украинского фронта. Понятно, что процесс перемещения достаточно длительный. Если опять идет о перемещении огромных сил и средств, то это будет растянуться и во времени, и в расстояниях. Но ключевое. Противник будет вынужден рефлексировать на события на территории Курской области путем ослабления иных участков фронта, где сейчас силы противника имеют кратное преимущество. Поэтому я думаю, что события на территории Курской области взаимосвязаны с событиями, которые происходят на иных участках фронта. И это очень рациональный подход. Ведь сейчас российская сторона вынуждена рефлексировать на те вызовы, с которыми она сталкивается в рамках украинского наступления на территории Курской области. Ранее противник определял, где, когда, какими силами и средствами он будет атаковать наши оборонительные рубежи и позиции. В течение минувших двух суток ситуация серьезно изменилась. Что будет дальше, пока сложно прогнозировать. Продолжение следует...